Все начиналось почти 20 лет назад. В 1997 году в самом центре Анапы был учрежден комплекс курортного обслуживания на Крепостной. В руках Анапского казачьего округа и общества тогда было 60% уставного капитала, а значит и полный контроль над предприятием. Уже через год ситуация кардинально меняется. Изменение в учредительный договор от 04-12-90. Уставной капитал 150 миллионов. Директор Нестеренко, участники Анапского казачьего округа уже было 20%, теперь 10% становится, 15 миллионов тысяч рублей. Анапско-городская казачья округа была 40%, становится 20%. КП, кашевая служба, 30%. Понимаете, как идет? Казаки добиваются экономики. Вся эта схема вскрылась после того, как скандал дошел до руководства кубанского войска. Начали разбираться и оказалось, что практически ничего у рядовых казаков и не осталось. Ни земли, а это почти полгектара в центре города, ни права собственности на здание построено здесь. Еще в 2006 году было зарегистрировано новое общество. По тому же адресу город Анапа, крепостная 87. Учредитель теперь уже фонд культуры Горбикия по 100%. Учредители Нестеренко Людмила Михайловна, Нестеренко Николай Дмитриевич. Где казаки, где ими пахнет. Ни работы, ни дивидендов, по словам казаков, эти рынки им не приносили. Да и сама идея торговать здесь только тем, что произведено на Кубани, по словам покупателей, давно себя дискредитировала. Что-нибудь казачье именно там осталось? Нет, конечно. И самый дорогой рынок в Анапе? Ну, именно казачье я ничего не увидела. Обыкновенный рынок с овощей, фруктами, ну и вещи привезенные откуда-то там. С Турцией много есть. Есть китайское даже. Более жестко по этому поводу высказываются сами казаки. Ведь когда правда вскрылась, городской атаман попытался вывести торговцев на митинг. А на самом рынке начали даже собирать пожертвования на борьбу с невидимым врагом. Щитом казачьим прикрываясь от всех недуг. Я говорю, ты сюда людей притащил, вот перед Белым домом, говорю, притащил. Торговый. А люди не знают, что... Дело в том, что подружки безопасности там нету. Там нету кубанского казачьего войска. Там частный рынок. Поэтому, говорю, ты обманул людей с рынка. Я понимаю, как вы их гнали. Я говорю, их гнали принудительно. Не пойдешь, завтра ты с рынка вылетишь. Уже сегодня городской атаман комментирует ситуацию вокруг рынков более сдержанно. Запутанная, говорит история. Вот только кем, не уточняет. Что касается рынков, там очень запутанная серьезная ситуация. По рынкам я буду судить, поэтому я комментировать пока не буду. Пока же атаман Бурлуцкий решил судиться со своими же казаками. Дела, похоже, действительно идут неважно. Возможно, отсюда и такая сумма за моральный вред. Ни много, ни мало 200 тысяч рублей. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Руслан Душевский, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.